Я довольно-таки давно коллекционирую ножи Российской империи и СССР. Основная тема, конечно, это складные ножи, они мне как-то больше нравятся. И сегодня покажу экземпляры, которые, по моему мнению, самые интересные, можно сказать, гордость коллекции. Всем привет, вы на канале Монах ТВ! Ну и бесспорно, номер один. Это кортик ВМФ 1988 года. Мне его подарил на день рождения мой самый близкий человек. Я очень хотел себе такой кортик, потому что в моем детстве мой одноклассник выносил во двор кортик отца. Мы все любовались и очень сильно завидовали за то, что он его выносил во двор, получал ремня. Но это никого не останавливало и его тоже. Продолжая тему подарков на день рождения. Мой друг Виктор из города Боровичи прислал мне в подарок вот этот нож. Это нож Мета-артель Союза, город Павлова. Он новый. Просто новый. В таком сохране. Это редкость. Ну и тема школьных ножей. То есть нож школьника СССР. Я еще разговаривать толком не умел. У меня уже был такой нож, с которым я ходил с родителями с грибами в лес. И вот этот экземпляр, наверное, самый крутой, который есть среди моей подборки школьников. Прекрасно помню себя мелким, когда еще не ходил в школу, но у меня уже был такой складной нож. Простые в производстве, цельнометаллические ножи. Недорогие абсолютно. Вот цена 22 копейки. Этот самый редкий у меня среди школьников. Артель инвалидов. Метизделие. 1950 год. Складной нож Российской империи. Единственный, наверное, в моей коллекции в таком сохране. Просто восхитительным. Человек просто написал мне, вообще незнакомый. И прислал такой нож в коллекцию. Чему я несказанно рад и очень сильно благодарен. Вот такой вот маленький красавец поднимает настроение на весь день. Клеймо поближе. Теребин с сыновьями. Заводская марка. Фабричная марка. Колесо с крыльями. И серп. Накладки на рукояти. Типа силумина что-то. Ломкая и крошится. И сверху такая блестящая то ли никелировка, то ли еще что-то. Тоже покрытие. С одной стороны вот какой-то человечек. Рисунок. С этой стороны надпись. Я так и не понял. По-моему написано Ваня. Невероятное удовольствие держать такой экземпляр в руках. Все щелкает. Вот он фиксируется в двух положениях. Я начинаю замечать, что все самые интересные, все самые редкие ножи в моей коллекции. В основном все подарки. Очередной подарок. Очень сильно и давно хотел этот нож. Но они почему-то попадаются в очень плохом состоянии. Либо эмали сбиты, либо клинки сточены. А вот этот вот мне подарил Диман. Все вы его прекрасно знаете. По мне так это самый красивый нож времен СССР и складных. Видел много с эмалями. И есть немало тоже у меня их. Но этот вот по мне самый красивый. До сих пор пока его никто не переплюнул. По красоте. Очередные пара ножей. И это тоже подарки. Антон выслал мне посылку. Сказал тебе к дню рождения подарок. Надеюсь тебе понравится. Еще бы не понравился. Новые ножи СССР со склада с хранения. Чем они примечательны? Тем, что они новые с хранения. Что довольно таки не часто. В основном с хранения можно найти ножи попроще. Самый редкий нож в моей коллекции. Это шарнирно-рамочный. Вот такой вот малюсенький. С очень интересным клеймом. До сих пор второго его нигде не встречал такого. Шарнирно-рамочных ножей полно. Но именно с таким клеймом вообще не видел. Ленинград. Артель. Медбытремонт. Фрундзенский район. До сих пор он у меня в коллекции самый редкий экземпляр. Итак, бессменный лидер самого редкого ножа в коллекции. Это вот этот нож. Подарки из Питера. Как-то Эд мне прислал Гомелевскую Наваху. Довольно таки интересный нож. И опять же, в сохране именно. В отличном сохране. И с фиксатором. И состояние нового. Отлично все работает. Ну а когда я только начал коллекционировать ножи, это мне говорит, слушай, у меня на даче где-то на лавке лежит нож. И он вот поехал. Оказывается, он не на лавке, уже под лавкой давно был. Но он его нашел. Я его очень тщательно почистил. Довольно таки тоже редкий нож оказался. Очень классный. Очень похож на меркатор. Но это не он. Вот с таким красивым клеймом. OMM 64 VTS. Это оптико-механическая мастерская VTS номер 64. Шикарнейший предмет. Второго такого с клеймом я не видел. Легендарный нож Белка. ПК Моир. Паша приобрел его себе. Но отдал мне. Потому что говорит, у тебя он будет лучше смотреться. За что я очень благодарен. И кстати, куплен он был всего за 200 рублей. Халява. Где сейчас можно найти за такую цену какой-нибудь хотя бы нож советский. Уже клинок, конечно, из нержавейки. Такая, скажем, более поздняя. Но не красавица ли? Отличная. В шикарнейшем сохране. Цельнометаллический нож сапера-подрывника. Это завод Октябрь Ворсма. Покупал за 900 рублей в свое время. Связист, сапер. Как только не называют. Ну да, нож сапера-подрывника. Вороненый весь. Полностью металлический. Со свайкой. Отличный нож. Сейчас уже не так просто купить. По адекватной цене. По мелким ножам. Финка. Для заточки карандашей. Обожаю этот ножичек. Красавчик. Моя любимая точилка. Мини финка. Нож-монетка. Тоже мой любимый. Классный такой вообще. Их несколько разных. У меня только с одним рисунком. Сочи. Ну и еще один редкий. Это нож-монета. Они тоже есть с разными рисунками. Парочка ракет. Довольно-таки редких. Достаточно редкие ножи. Малявки вот такие. Восток-6. Ну и по поводу брелоков. Или как мне проще говорить. Брелков СССР. У меня их достаточно много. Но. Это вот мои любимые. С накладками. Из кости. Такая небольшая пока подборочка. И только брелочки. Но надеюсь. Когда-нибудь это пополнится. И охотниками. И маникюрниками. Но не знаю. Будем стараться искать. И вот этот вот. С олимпийским мишкой. Просто шикарный экземплярчик. Это у нас завод. Павловский сувенир. О чем и свидетельствует данное клеймо. ПС. Классный брелочек. Олимпийский мишка. По теме олимпиады. Хочу собрать подборочку. Но очень сейчас это все сложно. Мало попадается. В хорошем сохране. Три моих любимых мультитула. Во-первых. Конечно же. Это химель. Очень ранний. Это ранний химель. Все предполагают, что скорее всего отхимели и пошли стизы. Вот эти наборы стизовские. С латунными лайнерами. Ложка, кстати, мельхиор. Конечно же стиз. Завод стальных изделий. Полный и в очень приличном сохране. Ну и вот такой вот шикарный мультитульчик. Арабский мультитул. Его нарекли. Здесь накладки рог. Куча предметов всевозможных. Видно, что все ручной работы. Вилка, ложка. И ножницы. Здесь чего только нет. На него есть отдельный обзор. Да на все ножи есть отдельные обзоры. До сих пор никто не может разобрать, чей нож, что написано. Мне еще очень нравится вот такой вот набор маникюрный. А почему он у меня в коллекции? Да потому что здесь есть складной нож. Это набор с завода складных ножей. В родном чехольчике. Везде клеймы стоят. Великолепный предмет. Открываем. Вот такой набор маникюрный. Конечно же с ножом. Без этого зачем он нужен? Красивый нож. Однорядник. Латунные лайнеры. Основной клинок. Опять же с клеймом завода складных ножей. Дополнительный клинок. Ну и вот такое вот шило. Из фиксидов мне нравятся ножи ПК Маир. Это производственный комбинат Московского общества охотников и рыболовов. Но среди них вот эти вот два. Вернее это один. Просто два экземпляра. А так это были одинаковые ножи. Мне сначала Женек на рыбалке подогнал вот этот. Но тут видно геометрия клинка. Тут переточили его в общем. И я как-то написал. Хотел заменить клинок. А мне человек взял и высылал вот такой вот целый нож. Вообще даже не точенный. Я так прикинул. Ну это же можно сказать практически два разных экземпляра. Так оба их и оставил. Этот вот прям смело кладется в витрину. А на этот продолжается искаться клинок. Оба с родными ножнами кожаными. Ну и в завершение одна из моих любимейших тем. Это ножи в форме чего-то или кого-то. В форме рыб, животных. Здесь вот есть даже ботинки, зайцы, автомобили, самолеты. Получилось у меня такое отдельное направление. О котором есть ролик. Переходите, смотрите. Зайцы. С ножом и ключом от мотоцикла Ковровец. Олень. Довольно-таки нечастый нож. Ну а соловьи, или как их называют, попугайчики. И космонавтики. Думаю многие помнят из детства из своего. Маленькие классные ножички. Такого соловья крупного я не помню. И кто же есть несколько. Есть шарнирный нож. Постепенно ищется в коллекцию. Ну и как же без знаменитых пермских рыбок. Ну и конечно же великолепный нож. Конь. Огонь. Кто помнит, тот понимает о чем я. Такой красавец. Ну и конечно маникюрный жук. Муха. Стрекоза. Как только не называются. Люблю ножи. Времен СССР особенно. Потому что такая ностальгия. В детстве постоянно пользовались этими ножами. То рогатки делали. То еще что-нибудь. Давненько не пополнялась коллекция. Наверное года полтора уже. Но я не перестаю надеяться. Что когда-нибудь она пополнится. Смысл в том, что чем больше ты коллекционируешь. Чем больше у тебя в коллекции интересных появляется предметов. Тем тебе сложнее найти эти самые интересные предметы новые. Ну а вы подписывайтесь на мои каналы. На ютубе, на яндекс.зене. Будет много всего интересного. Всем отличных пополнений. Коллекций. Всем счастливо. Пока.